Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты. Я Николай Силков. Смотрите сейчас. Как в лучших традициях королевских приемов мэр города поздравил милых мам. Как это было? От фейк-ньюс до льготных кредитов в Бобруське обсудили молодежную политику. У нас с молодежью не все так плохо, как любят критиковать молодежь. О чем еще говорили во время круглого стола. Изыскание в размере одной до трех базовых величин. Пробежал на красный сотрудники ГАИ выехали в рейд по пешеходам, кого наказали рублем. А также предостережение Минздрава, водитель без прав и осенняя пора. Синоптики напророчили холодные выходные. Надолго ли? Этот праздник наполнен особой теплотой, искренностью и благодарностью самому главному человеку в нашей жизни. 14 октября Беларусь отметит День Матери. Пока всем их еще готовят подарки, мэр Бобруська уже поздравил женщин города. Как прошел теплый прием, расскажет Максим Кембель. Теплые и искренние слова в адрес самых близких людей для каждого звучат во Дворце искусств. Мамы принимают поздравления от руководства города. В холле расположилась выставка картины бобруйских умельцев. Как известно, живопись успокаивает. Мамы волнуются, но это приятный трепет. Организаторы позаботились обо всем. К месту проведения праздника виновния сторжества сопровождают гусары. Как в лучших традициях королевских приемов. Главным гостем на этом празднике становится мэр Александр Студнев. Во вступительной речи глава города подчеркивает. Бобруйские мамы – наша гордость. Орденом матери награждены 145 женщин. В этом году их 32. Растет и численность многодетных семей. Отметка перешагнула двухтысячный рубеж. Ну и конечно же, наше государство тоже уделяет огромное внимание именно многодетным семьям. Это строительство жилья, это кредитная линия, которая открыта для многодетных семей. Ну и конечно же, те блага, которые делаются именно тоже благодаря нашей стране, нашему государству, нашем городе. Буквально остались считанные дни до открытия нового детского сада в седьмом микрорайоне. Это тоже очень приятно. Был заложен фундамент по строительству новой школы на 1020 мест, тоже в седьмом микрорайоне. И строительство еще одного детского сада. Прием начинается со знакомства с мамами. Нужно сказать, личность они разнообразны и трудятся в самых разных сферах. От химической до легкой промышленности. Рядом с героинями их дети. Какая твоя мама? Добрая, отзывчивая, хорошая, любимая, милая. Счастливая, родная, любимая, красивая. Хорошо, мама на самом деле счастливая? Да, мама счастливая. В чем счастье для мамы заключается? В детях. Самая лучшая, красивая, добрая. Всегда нас любила. Любящая, конечно, мама. Дальше любить будет? Конечно будет, и мы ее будем любить. Заботливая всегда, она заботилась. У меня нет слов, ну просто лучше. Слова благодарности, стихи и песни на празднике и по-настоящему тепло. Настоящим сюрпризом становятся подарки для мам. Их дети делают прямо во время концерта. И что самое главное, своими руками. В один из моментов праздник идет не по сценарию. Бразды правления в свои руки берет Александр Студнев. Главный тост за милых мам. Я хочу принять этот портал именно за вас, за ваши семьи. За то, что вы несете добро и радость. Ваши семьи, свои рабочие коллективы. Ну и, конечно, за ваших детей. Потому что именно они, наверное, наше будущее. И они сокревают именно наши сердца. И делают нас сильными, здоровыми. И, наверное, наставляют нас, что мы делали вас, милые женщины, подвиги. Именно мужчины. Без подарков с праздника никого не отпускают. Цветы и сувениры для милых женщин. Эмоции просто зашкаливают. Такого Дня Матери у меня еще не было никогда. И тем более, что сегодня у меня день рождения. Поэтому двойной праздник. История праздника ведет свой отчет 1996-го. 24 года назад президент подписал указ. С этого момента, 14 сентября, в Беларуси День Матери. Максим Кембель, Максим Глеонко, Бобруйск, 360. В Беларуси выздоровели выписаны 77 797 пациентов с COVID-19. Зарегистрированы 84 524 человека с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено более 2 миллионов тестов. Тем временем Министерство здравоохранения Беларуси сообщает о спам-рассылке. На электронные адреса граждан приходит сообщение об участии в клинических испытаниях вакцины «Спутник Ви». Это проделки мошенников. В ведомстве предостерегают сотрудники Минздрава к этому не имеют никакого отношения. Напомним, участие в вакцинации осуществляется только добровольно после проведения большого количества предварительных лабораторных и инструментальных обследований. Перед этим доброволец подписывает согласие. В Беларуси продолжают работать диалоговые площадки по актуальным вопросам развития страны и регионов. Бобруйск не остался в стороне. Что обсуждали на встрече, подробности далее. Молодежная политика – тема обсуждения круглого стола. Переговорная локация – первая гимназия. Участники диалога – депутаты, члены молодежного парламента, представители трудовых коллективов и общественных организаций. Чаще бы проводились такие мероприятия, потому что действительно нам нужно высказываться, нужно обсуждать очень многие вопросы. Очень многое меняется, все-таки наше время не стоит на месте, и очень много чего меняется, очень много чего хотелось бы поменять. И я думаю, что наши слова будут услышаны. Молодежь не безразлична, есть инициатива, и, конечно, обсуждения такие важны и нужны, потому что время стремительно летит вперед, законодательство где-то уже может быть не совсем востребовано, его, конечно же, нужно менять. Здесь приветствуется любое мнение «за» и «против». Тот факт, что большая часть спикеров – люди до 31-го, вполне объяснима. Те, кто шагает ногу со временем, знают, в каких вопросах стоит доработать, а в каких и вовсе изменить подход. Основной акцент здесь делали на бонусы для молодых людей. Это и предоставление льготных кредитов, и распределение после вуза. Обсуждался также вопрос увеличения возраста молодежи. Прозвучала и тема создания портала идей. Мы действительно получили, наверное, ожидаемый результат от этой дискуссионной площадки. Проводилась она, в первую очередь, для того, чтобы сформировать, наверное, то мнение, чем молодежь на сегодняшний день дышит, как она настроена на те изменения, которые грядут, в том числе в самый главный наш закон, в Конституцию, но и в то же время вообще пощупать, понять, молодежь бобруска какая она, что ее волнует, что тревожит. И я скажу одно. На сегодняшний момент я вижу, что у нас с молодежью не все так плохо, как любят критиковать молодежь. Диалоговые площадки заработали во всех регионах страны. Причем в различных форматах – очно, онлайн, в виде круглых столов и пленарных дискуссий. Форма не важна. Главное – содержание предложения, которое реально улучшит жизнь, начиная от небольших поселков, агрогородков до целых регионов. По итоговом обсуждении все идеи будут направлены в Оргкомитет по подготовке Всебелорусского народного собрания. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Обновленный кодекс, зеленая инициатива и продуктовая корзина специалисты подбили чек покупок белорусов «Что почем». Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Вступление в силу обновленного налогового кодекса планируется с 2022-го. Об этом заявил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко. По его словам, существенных изменений не ожидается. Основной упор сделают на усовершенствование существующего закона. При подготовке поправок специалисты будут руководствоваться тем, чтобы сделать налоговое законодательство еще более простым для понимания и использования. В сентябре больше всего подорожали огурцы и помидоры, подешевели яблоки и морковь. В цене прибавили бананы, живая рыба, икра, алкогольные напитки и сигареты. Доступнее стали картофель, свекла и репчатый лук. Подорожали также медикаменты, одежда, ювелирные изделия и мебель. Карточки некоторых банков могут не работать ночью 16 октября. На аппаратном программном комплексе центра будут проводить технологические работы. С 3.20 до 6.30 возможны краткосрочные перерывы в обслуживании. Это касается операций в сети, оплаты в магазинах и на заправках, а также снятия наличных. Порядка 850 тысяч деревьев и кустарников появятся в стране благодаря акции «День озеленения». Проходит она в рамках экологической кампании «Обустроим малую родину». На протяжении месяца представители Минприроды, озеленители и волонтеры будут высаживать растения, наводить порядок, благоустраивать населенные пункты республики, придорожные территории и дворы. Присоединиться к зеленой инициативе можно до начала ноября. Беларусь занимает 25 место в рейтинге стран, благоприятных для материнства и рождения детей. Всего в списке 179 позиций. Среди стран СНГ «Синеокая» на первом месте. Это относится к охране материнства и детства и к социальному пакету льгот и гарантий, который сопровождает появление ребенка. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзив. Корреспонденты «Бобруськ-360» готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон «Горящей линии» на ваших экранах. 222 человека за два дня. И это только те, кто попал в поле зрения сотрудников госавтоинспекции «Бесправники Бичсовременности». Они считают, лишение водительского удостоверения – ни повод не садиться за руль. В непростую ситуацию себя загнал очередной антигерой. По словам свидетелей, мужчина цыганской национальности одолжил машину у знакомого, заехал на ЭЗС, где заправил баки, пока платил за топливо, не смог удержаться и положил в карман два шоколадных батончика. Дальше дело техники. Оператор заправочной станции уже после ухода любителя сладкого заподозрила неладное. Посмотрела камеры видеонаблюдения и, убедившись в своих подозрениях, нажала тревожную кнопку. Спустя полтора часа нужная машина была замечена недалеко от центра города. Совсем немного игр в догонялки, и водитель сдался. Как выяснилось позже, водительского удостоверения мужчина лишен за езду в нетрезвом состоянии, но уже после не раз был замечен сотрудниками ГАИ за рулем. Управление транспортным средством лесом, не имеющим права управления, влечет наложение штрафа в размере от 5 до 10 базовых величин, а за повторное правонарушение в течение года от 20 до 50 базовых величин. В воскресенье в стране завершилась 10-дневная акция «Пешеход» ежегодно с приближением осенне-зимнего периода. ГАИ напоминает о важности светоотражающих элементов и правилах перехода проезжей части. И если со стороны кажется, что пешеходы обычно не нарушают, то это мнение ошибочное. 30% ДТП случаются по вине тех, кто передвигается пешком. Предупредить аварию легче, чем разгребать ее последствия. Все то же, как и с болезнью, но только в обоих случаях мало кто своевременно думает о себе, и уж тем более о других. Даже если в нескольких метрах есть пешеходный переход или светофор, перебежать здесь и сейчас – святое дело. Так же быстрее. Всего за 9 месяцев года к ответственности по статье 18.23 привлечены 577 человек. 401 в алкогольном состоянии. 19 раз ДТП происходило с участием пешеходов. В двух случаях виновным признан пешеход, в трех – велосипедист. Нарушение правил дорожного движения пешеходам влечет за собой предупреждение, либо наложение административного взыскания в размере одной до трех базовых величин. Вечно опаздывающих на городских магистралях много. Поговорить с каждым почти невозможно. Однако экипажи ГАИ регулярно выезжают в рейды и стоят на страже безопасности. Темным пятничным вечером в центре города на глаза инспекторам попадается девушка. Она решила срезать путь до супермаркета. И это несмотря на то, что в 50 метрах в обе стороны – пешеходные переходы. За что приходится поплатиться 27 рублями. Но не всегда невежда на дороге пешеходы. Хватает таковых и за рулем. Не пропуск – одна из немногих причин ДТП. Водители обычно говорят, мол, не заметил. Особенно, когда речь о темном времени суток. В нашем случае нашлись и те, кто якобы не видел человека на переходе. Правила дорожного движения же гласят – водитель обязан предоставить преимущество пешеходу на зебре. Знают все, соблюдают немногие. В темное время суток на вас должен быть обязательно взять руки. Одни из самых уязвимых участников дорожного движения – пешеходы и велосипедисты. И вдвойне уязвимее они становятся, если их возраст – пенсионные. Уже не то реакции, не то орлиное зрение и скорость передвижения далеко не та, что была раньше. Напомнить о правилах ПДД и подарить такие важные сегодня сувениры в Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района отправились сотрудники госавтоинспекции. Здесь все желающие смогли задать интересующие вопросы. А скажите, пожалуйста, вот велосипедисты идут по тротуару. Это им положено? В числе приоритетных тем волнующих населения – парковка возле дома, правильная езда на велосипеде, время работы светофоров и хамство на дорогах. Каждый вопрос взят на заметку. Некоторые были устранены буквально из здания от ВЦСИОНА. И помните, быть пешеходом так же ответственно, как и водителям. Безопасность зависит от всех участников дорожного движения. Кристина Риенс, Максим Галеонко, Бобруйск-360. Осень дарит последние теплые дни. Сегодня в Бобруйске была солнечная погода. Воздух прогрелся до плюс 18. Надолго ли тренд? Анастасия Шевцова. В среду страну окутает облака. На большей части территории Беларуси пройдут дожди местами с грозами. Ветер переменных направлений 5-10 метров в секунду с порывами до 17. Воздух прогреется до плюс 16. Днем ночью градус снизится до 7-13. Уже в четверг погода изменится в настроении. Температура воздуха пойдет на понижение. Среднесуточная становится на отметке в плюс 10. А солнце все чаще будет прятаться за хмурыми тучами. В Южной Америке бушуют лесные пожары. Стихия охватила Аргентину, Бразилию, Боливию и Парагвай. Пожары вызвали задымленность в некоторых городах и проблемы со здоровьем у местных жителей. В Аргентине под удар попали редкие виды животных. В Парагвай и Боливии объявлено чрезвычайное положение. Во Вьетнаме растет число погибших от проливных дождей. Их уже 23. Вода затопила более 109 тысяч домов и 584 гектара посевов. Повредила дороги и мосты. Власти заявили, надвигающийся тропический шторм Нанка обрушит на страну. В ближайшие дни еще больше осадков. Завтра в Бобруйске будет облачная погода. Во второй половине дня пройдут дожди. Ветер юго-западный 4,6 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 16. Ночью столбик термометра покажет 9 со знаком плюс. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Следите за новостями в интернете, в соцсетях, в эфире. Каждый будний вечер. Счастливо!